Вы знаете, не исключено, что надо было в какой-то момент, то ли здесь, то ли ходом дальше, переправить коня через А8 на Б6. Конечно, конь в углу доски не смотрится, но вот конь на Б6 очень функциональная фигура. И пешку Д5 держит под боем, и готов выпрыгнуть на С4, и кстати на Д7 идет, чтобы опять-таки центральные поля контролировать. Но Виша немножко промедлил, и мне кажется, немножко упустил нить игры. Слон на Д2 пошел, очень хорошее точное поле, слон идет на А5. Теперь, кстати, на коне А8 уже слон на А5 надо считаться. Там, правда, черные все-таки уравнивают очень точными путями, но я не буду показывать. А Виша сыграл, на мой взгляд, довольно-таки легковесно. Он сыграл слон Ж3 с явной идеей на король Ц5 дать шаг, слон Ф2. То есть идея вполне понятная. Поле Д6 свободное, может на него потом конь перебраться, но здесь последовал очень сильный ход Ж5. И вот здесь выяснилось, что перестроиться белый уже, черный уже не успевает. У белых возникает очень сильная идея отправить слона на С8, после чего конь на С7 будет подвержен Цуксвангу. И здесь играть конь А8, перестанавливаться, переставляться на Б6 уже поздно, из-за шаха на Ж4. И вот здесь уже не удается найти толкового отступления для короля. В случае король Е7, тогда белый король проскакивает на С6, а если король С7, тогда белый слон с успехом идет к черным пешкам. Вот, поэтому здесь Виши сыграл слон Ф2, видимо это правильное. Король Е5, я думаю, что Веселин просто оказал таким образом небольшое психологическое воздействие на соперника. То есть он как будто угрожает прорваться вперед, но на самом деле это миф. Потому что здесь, если сыграть король Ф6 и король Ж7, есть ход слона Ф4, который заставляет белых либо поменять слонов, либо пожертвовать еще одну пешку, что конечно перебор. Вот, поэтому Веселин вполне резонно отступил королем на Е4. Вы знаете, это обычная игротская тактика, делать вид, что что-то хочешь, пугать соперника, то есть имитировать какие-то замыслы, а потом выясняется, что ты этого не хочешь. Это нервирует изрядно соперника. Но Виш оказался не таким нестойким, как некоторые из нас. Но все-таки позиция его, на мой взгляд, оставалась достаточно тяжелой. Вот здесь я уже в онлайне задал резонный вопрос. Понятно, что играть слон С8 нельзя из-за вилки конь Д6. Но вот что произойдет после короля Ф3, специальный знак. То есть мы с темпом уходим из-под удара и идем слоном на С8. То есть тревожим пешки черных и собираемся их попросту съесть. Посмотрите, какие здесь возможны кцукцванки. Допустим, черные играют по-простому. Ставят коня на С7. И затем держатся, вот как будто бы держатся. Хотя здесь ход король Д8 не исключено, что достаточно серьезная ошибка. Вот стоим черными. Белые постепенно усиливают позицию. Ставят слона на Е5 и играют слон на С6. И вот здесь, если вы присмотритесь, то поймете, что на доске просто-напросто цукцванка. Конь не имеет ходов вообще. Слон, если разменяться на Е5, то тогда пешку Д6 невозможно будет держать. И получается, что черные уже здесь обязаны ослаблять свой ферзовый фланг. Причем в очень нехорошей редакции. Потому что, обратите внимание, слон еще с Д8 сковывает коня. И черные совершенно беспомощны. Белый король просто через С4, Б3, А4 подходит и съедает ферзовый фланг. Вот это есть голубая мечта белых. Это вот то самое блюдечко с голубым каемочкой, которое, в общем, должно было вдохновить Топалова на этот вариант. Но, но, он этого не сделал. Правда, должен вам сказать, что вот в этой позиции, когда слон уже встал на С8, в общем, во время онлайна мне казалось, что все-таки это уже выиграно для белых. На самом деле здесь есть какое-то волшебное спасение ходом Б4. И, удивительно, но удается активизировать коня. Например, слон Б7, А5. И теперь, как ни крути, а конь все-таки выскакивает. Либо через Б5, либо через А6. И выясняется, что вот эта прыгучая фигура довольно странная. В принципе, позиция все равно оставляет ощущение, что у белых все-таки должно быть выиграно. Но конь оказывается достаточно плиткий. И здесь он в какой-то момент идет на С3. Даже не так просто белый не усилится. Потому что пешка А2 все-таки слабая. Но, в общем, я считаю, что этот тактический нюанс нисколько не смазывает картину, как позиционно опасную для черных. А Топалов увлекся явно неверной идеей. Он сыграл слон Е6. Сама идея пойти на Ж8 и съесть на Ж7 выяснила, что она с гнильцой. Все-таки слон тратит много темпов. К тому же его всегда можно запереть королем, когда он съест... Когда мышка проберется в норку и съест приманочку, тогда ее тоже кое-кто съест. Вот. И здесь, видимо, Топалов просто просчитался. Он после короля Ф3 очень надеялся... Кстати, я вам не показал хороший вариант. Вот здесь вместо хода слон Е6. После короля Ф3, после партии, я уж потом понял, уже когда немножко, знаете, оклемался после аналина, я понял, что Анант мог сыграть здесь конь Д6, чтобы на король Ж3 объявить вилку. Вот. Но вы знаете, здесь белые-то не меняли слону. Они играли слону Б4, связывали этого коня. И вот эта позиция, на самом деле, очень непростая для черных, потому что раскрутиться здесь не так просто. Вот, допустим, стоим, а у белых есть, как ни странно, конструктивный план. Они надвигают пешку, а затем успешно жертвуют ту самую прожорливую мышку, о которой я только что говорил. Просто отдают ее за две пешки. Вот здесь, вы знаете, я стал смотреть, а здесь очень непросто держать белые пешки. Раз, два, три. Три проходные, а черные пешки не идут. Вот. Очень уже непросто держать эту позицию. Вот. Так что, суть в том, что вот такая конфигурация все-таки представляет для черных серьезную проблему. Так вот, после хода слон Е6, конь Д6, шах, король Ф3, видимо, Топалов на это и надеялся. Ему казалось, что черный обязан увезти слона, и тогда после слона Б4 получается как раз вот эта конструкция. Но, так как он тоже очень устал, а в состоянии усталости прыжки коня зевают в первую очередь. Собственно, известно, для тех, кто играет хорошо в Блиц, известно, что в Блице конь, фигура очень мощная, потому что его прыжки обычно зевают. Вот здесь последовал неожиданный ход конь С4. И черные очень удачно перестроились. Теперь на слон Б4 следует слон Д6, и у черных все прекрасно. Вот здесь стало ясно, что худший для Нанда позади, и он уверенно спас эту партию. Видите, что расположение фигур черных стало настолько активным, что они могут себе даже позволить надвинуть пешки. Топалов понял, что слону нечего делать на Е6, что рывок на Ж8 здесь уже не проходит. Он возвращает слона на Е2, но черные успевают разменять слонов. Теперь слон Ф4 и слон Д6 просто приводят к повторению ходов. Ну, Топалов еще изобразил игру на победу, но было похоже, честно говоря, на игру на поражение. Потому что здесь уже видно, что у черных уже очень хорошо, и пешка заблокирована. И самое главное, есть перспектива образования отдаленной проходной. Но, конечно, на самом деле из равенства позиция не вышла, потому что у черных тоже есть свои слабости, до которых может добраться слон. Было сыграно слон Е2, конь А3. Вот здесь я написал, достаточно резонно в онлайне, что вместо Х4 все-таки сильнее слон Д3. Но не указал вариант, как же, собственно, здесь происходит борьба. А вы знаете, борьба-то здесь непростая. Итак, черные надвигают пешку, пешки и белые тоже делают. Х5. Вот теперь что делать? Значит, ну, пешка висит. Берем на Х5, берем, слон бьет Х7. Теперь пешка Ж бежит вперед. И здесь выясняется, что в острых вариантах, значит, обе стороны спасаются. Ж6. Теперь играть Б2 нельзя из-за Ж7. Но есть волшебные шахи. Конь перескакивает. Теперь играть король Е4, тогда черный проводит ферзя и первыми атакует короля. А на король Ц3 следует конь Е3. И конь через Д5 шахом идет на Ф6. И вот здесь получается очередная закономерная ничья. Вот. В общем, здесь как ни крути, здесь получается ничья. А Топалов сыграл Аш4, позволил черному коню выскочить. Вот здесь уже возникло ощущение, что, может быть, у черных даже будет серьезный перевес. Но на самом деле ход слон Е2 точно зафиксировал ничью, потому что белый успевает просто разменять все пешки. И после конь Е4 единственный спасающий ход. Здесь нельзя, конечно, допускать Ж, после чего можно просто сдаться. Именно Аш же. И слон оказался неприкосновенен из-за Ж. Вот. И здесь уже стало ясно, что черным не выиграть. Белый отдают слона за пешку Ж6 и королем уничтожают пешку А5. Итак, это была очередная тяжелая 10-я юбилейная партия, в которой, опять-таки, победитель не было выявлено. Счет матча 5-5. И мы ждем. Продолжение следует... Продолжение следует...